Девушки отдыхают 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 Но тем не менее в поле Сухин не вышел мяч. Мы отметим великолепную защиту команды Енисей, которая ничего не дала создать. Ни разу линию преимущества не прошел Локомотив. Сколько он толкался? В 22-х, потом штрафной переместилась линия атаки. Я передубил вашу команду непонятное нарушение. Мы находимся в день игры, там мышечное нарушение, это желтая карточка. Четыре нарушения у вас. Все правильно. Я отмечу последовательность Воловика. Спасибо большое режиссеру. Да, не мог откатываться из этого эпизода, из зоны захвата Цинякидзе, но не откатывался. Это штрафной. Напомню, это же у нас кубок и матч на вылет, и бонусов никаких быть не может. Можно внести сколько угодно по пункту, как угодно проиграть. Тишина на трибунах. Ну нет, не совсем. Все-таки под ногу свистят Янюшкину, но тот попадает. Пару раз и все. И вот сейчас Мол, быстрый перевод. Это возможно его выход, только да. Да. Причем Макаренко, спасибо. Да. Причем забрал мяч-то из Мола не Эстерхейзина, а Макаренко. Подкинул. Причем, опять-таки, не самым удачным образом. Эстерхейзин ловил приблизительно как Бабаев. С земли, да. Приблизительно как Бабаев. В общем-то, с этим даже Локомотив уже справлялся год назад. Но вот сейчас много. Вперед-вперед-вперед продвигается. Эстерхейзин снимается. Бабаев-то его видел. Бабаев его видел и... Стоп. Стоп. Но имел ли он право так его? Стоп. Время остановлено, время остановлено. Так, сейчас... Он развернул его и не спереди атаковал. Нет, в моем понимании, Эстерхейзин... Парни, по белой линии все, по белой. То есть, несмотря даже на Синбин... Ну, можно сказать, что он спас сейчас команду. Но с другой стороны, если они сейчас дальше занесут... Мне нравится вот эти подключения Щербаня в Мол. И в итоге кто с мячом? Неужели Щербань? Есть. Да нет, нет. А то я думал, совсем уже мы увидим фантастические какие-то вещи. Но именно вот пятнашка, глобально... Чемпионаты Кубок России были на паузе. Вот вам и розыгрыш. Горгалык тут как тут. Всю игру. Всю игру. На мяче. Дотянулся Гайсин. Отдал красиво. Симпликевич. Его... Один в один с игроком-то нельзя оставлять. А так, чтобы он еще и между двоих проскочил. Частично реабилитироваться за то, что изначально потеря от него пошла. На этот раз Гайсин еще раз точен. Поэтому... Ух, Горгалык! Что он делает? Троих просто обыграл. Вообще, Максим, сегодня, конечно, я хочу сказать, при том, что там пять человек заносили попытки у Енисея, он не входит вроде бы в это число и даже и желтую получал. Ага, и вот еще. Фантастика. И вот вторая. Рашид Магомед Саидов. Следом за Франсуэстер Кейзином тоже заносит вторую. Фаворит в этой игре. Что Локомотив... Точно. Да, вот в стойкий ворот залетает. Что Локомотив, наверное, вышли достойно из ситуации, но сыграли не то, что заказывали. Сухин нашел Пастернака, но больше никого не было. Соответственно, они не успели никуда убежать. Стоп. Не-не-не-не. Номер пять. Это Мол в красной зоне, вы его заварите, желтая карточка. Так, Елгин тоже. Теперь два-два у нас по желтым карточкам. Может быть, он что-то понимал и действительно делает ставку на матч с Динамо, но после такого поражения и так-то... Я бы сказал, что Динамо фаворит. Сухин. Ну вот, пожалуйста, будет попытка. Овчинников не доносит 15 сантиметров. Ай, коснулся. Коснулся линии, получается. Питерской. Сделал себе там имя в российском регби. И вот уже третья сезон играется. И вот еще первые два очка у Янюшкина как раз. И умеет этими контратаками пользоваться удивительно точно. Смотрите. Два широких пасса. Он подкидывает на Кротова. И дальше играет. Ногой. Ух ты, прямо в руки. И вот, пожалуйста, это хитрик. Вот это да. И теперь я вам скажу, потому что 79-ая минута. Да-да. Ну что, еще свисток не прозвучал. А уже Первухина радуется. Празднует за 50 очков. И еще одна реализация сейчас. У Гайсина. И вот он, свисток. Соответственно, мы заканчиваем. И первый финалист у нас уже есть. Это Енисей СТМ. А есть для меня, не имею в виду? Да. Но я прощаюсь. И еще одна реализация сейчас. Продолжение следует...